Дамы и господа Всем здравствуйте, это очередной выпуск стендап-шоу на телеканале ЗОР-ТВ. Первый резидент — это человек, который будет выступать в рубрике «Открытый микрофон». Его зовут Дияр Магрупов. Добрый вечер всем, дорогие друзья! Когда меня спрашивают, какое у меня хобби, я отвечаю — битбокс. На что мне отвечают — спортсмен. Я говорю — это не спорт, это музыка. А, музыкант-спортсмен. Моя девушка часто жалуется, что я больше времени уделяю битбоксу, чем ей. Чтобы вы понимали, когда мы гуляем, я делаю... Когда мы смотрим кино, я делаю... Ну а когда мы целуемся, я делаю... Я люблю прикалываться над людьми, и как-то раз к нам пришел сантехник, все заменил, починил, и после этого я начал делать вот так. И вот он два часа не мог определить, откуда утечка. Блин, вроде все затянул же, ну че такое? Я люблю прикалываться над людьми, и это у меня с рождения. Даже когда я был в животе, и акушер слушал мамин живот, он слышал именно это. Битбокс очень заразная штука, и мои родители считают, что это болезнь, поэтому я хожу к психологу. Но сейчас все нормально, мы с психологом учим новые биты и новые звуки. Добрый вечер, добрый вечер, здравствуйте! Всем привет! И вот знаете, я приехал сюда на такси, и вот знаете, вот таксисты, вот они очень любят поболтать. И вот с таксистом можно поговорить обо всем. И вот если таксист делает музыку вот так чуть-чуть потише, это значит, что вот вы ему понравились. И знаете, я постоянно гуляю, постоянно гуляю со своей девушкой. Вот мы были во многих местах, вот мне кажется, вот мы были везде. Вот мы были в театре, в кино, в квестах, да, вот недавно мы ходили в цирк. И вот она мне постоянно говорила в цирке, да, а вот ты вот так вот можешь, да, вот? А вот так вот. И вот просто, когда она зевнула, да, вот я засунул голову ей в рот. Да, вот так вот ты можешь. И совсем недавно вот мы расстались с моей девушкой, но не из-за того, что, да, вот я сейчас подойду, показывал вам. И вот совсем недавно я узнал, что у нее появился новый парень. Но я не узнавал, мне сказали. И вот сказали, вот они сами. Вот я казах, и мне кажется, что моя семья и моя национальность хотят, чтобы я совершил преступление. Просто у нас у казахов принято воровать невесту. Мой дед своровал бабулю, отец своровал маму. А я не такой. Вчера захожу домой, дома только мама и бабуля. Я открыл двери и окна. Говорю, бегите, вы свободны. Кто был в Черчаке, поаплодируйте, пожалуйста. Молодцы, зря. У нас недавно в Черчаке отключили свет. Говорят, была какая-то авария на станции. Причем света не было во всем городе. И вот когда нам в Черчаке отключают свет, мы всем городом смотрим в сторону Ташкента. У них тоже отключили свет? Или только у нас? Я узбек, но выгляжу я как русский. И если в детстве, например, на базаре все дети слышали «по шарава», я слышал «Эй, мальчик, отойди! Уйди с дороги!» И еще я очень крутой. Я очень крутой и... Спасибо. Я очень крутой и эту фразу я повторяю себе каждое утро. Когда я просыпаюсь, когда собираюсь на работу, и когда моя мама дает мне банку с супом на работу. Вообще моя мама очень заботливая. Например, сейчас она заботится обо мне точно так же, как заботилась обо мне в детстве. Например, в детстве в школу она давала мне 500 сумм на карманные расходы, и сейчас она дает мне 500 сумм на карманные расходы. Я рассказал эту шутку своей маме, и она урезала мне карманные расходы. Моя мама устроила меня в институт, папа оплатил мне контракт, а дедушка купил мне диплом. И получается, я сейчас теперь должен работать. Это же несправедливо. Сами все организовали, пусть сами и работают. Вообще, друзья, знаете, что значит быть одиноким? Вот абсолютно одиноким абсолютно никому не нужно. Это когда в 3 часа ночи тебе приходит смс, ты просыпаешься, переворачиваешь, перепрыгаешь на другую сторону кровати, хватаешь телефон, а там МЧС предупреждает. И потом сразу следующее сообщение от МЧС — ой, не тебе. Но тем не менее у меня в жизни не все так плохо, не все так печально. У меня есть девушка. И у нее просто классная мама. Вот просто удивительная мама. Это самая лучшая мама на свете. Чтобы вы понимали, почему я так говорю, когда я звоню им на домашний, берет ее мама, я говорю, алло, здравствуйте, а Даша дома? Она говорит, нет. Тут, 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 тут. Вот каждый раз, каждый раз на протяжении нескольких раз в день постоянно она это делает. Я перезваниваю, мама опять берет трубку ее. Я говорю, ну давай, клади трубку. Она говорит, нет, ты первый. Я говорю, нет, ты. Она говорит, хорошо, ты мне понравился. У меня есть к тебе вопрос. Ты серьезно относишься к моей дочери? Нет. Тут, 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 тут. Друзья, давайте так. Кто знает, кто такой Масру Ралиев? Вот Масру Ралиева знает кто-нибудь? Вот вы знаете Масру Ралиева? Вот я тоже не знаю, зато у него 24, 25, 26, 27, 28 мая концерт из Теклол Санат Сароида. Сразу после Алишера Халмурадова. Алишера Халмурадова знаете? Нет, вот у него 19, 20, 21, 22 мая концерт из Теклол Санат Сароида. Тем не менее, я выхожу из метро однажды, иду по дороге домой и смотрю, валяются деньги. Я поднимаю и чисто из вежливости спрашиваю, это чьи? Поворачивается попрошайка и отвечает, это мои. На чистом русском языке. Ман чуми ман, сказал я, развернулся и ушел. Спасибо, друзья, хорошего вечера, вы лучшие. Следующий резидент, он из моего любимого города, из города Бухары. Встречайте, Озор Шукрулоев. Привет всем. Да. Недавно заметил, что маленькие дети 2-3 лет вообще ничего не боятся. Вот собаки чувствуют страх. И недавно я видел маленького ребенка, который шел в сторону большой собаки, и вот ни капли страха. Он просто... И в какой-то момент собака начала бояться и зажиматься в сторону хозяина. Она такая, типа... И хозяин такой, ну, не бойся, не бойся, он не кусается. Я думаю... Да. Я думаю, слишком уверенно сказано. Слишком уверенно. Потому что ребенок обнял собаку за шею и укусил за ухо. Вообще безбашенный, да? И, по-моему, у собаки была психическая травма. Если бы она пошла бы к психологу, она просто сидела бы такая... Меня укусил маленький ребенок, и я боюсь детей. Они чувствуют мой страх и нападают на меня. У нас на улицу ходят женщины с маленькими детьми. Ни намордника, ни ошейника, ничего. Это же опасно. Лично у меня другой страх. Через два месяца у меня свадьба. Всех приглашаю, приезжайте. Да, сколько вас тут? Сто? Но учитывая амбиции моего отца, вас будет незаметно. И я боюсь, потому что семья — это большая ответственность. Я не боюсь самой свадьбы. Ни один парень не боится самой свадьбы. Или вы представляете, идет свадьба, стоит невеста тут, и муж такой. Жених. Я говорю, ничего себе, как много людей. Что они тут делают? Почему они все смеются? Если будешь резать торт, принеси мне. Я здесь буду. Нету такого. Да. Но я все равно женюсь, потому что мама говорит, если ты не женишься до 25 лет, ты испортишься. А я вообще не думал, что у меня есть срок годности. Да. Недавно сидел в интернете, читаю новость. И дальше смотрю видео. Это видео залили два года назад. И на видео наши парни хвастаются тем, что они сжигают доллары. Вот дебилы, да? Я думаю, вот дебилы. И учитывая, что доллар растет, это единственные дебилы, степень тупости которых зависит от курса доллара. Вот они сейчас прям дебилы. Вот два года назад они были просто дурачками. Дурачки просто сжигают деньги. И, учаясь в мединституте, я понял одну вещь. Я никогда не стану акушером. Потому что вот женщину поймет только другая женщина. Это должна быть... Акушерка должна быть женщина. Просто на родах, в которых я был, женщине было нереально больно. Она такая... А-а-а-а-а-а! И вот ей делают уже третий кубик обезболивающего. Она все кричит и кричит. И в этот момент акушерка просто поднимает голову и такая подходит в сторону лица и такой... Заткнись, истеричка! Ты мне мешаешь! И все, понимаете? И тишина просто. И акушерство — трудный процесс. Были моменты, когда нужны были прям силы, да? Они прям говорили... О, Зот, нужны сильные руки! Я говорил, окей! Позови тетю Гулю! Окей, я так и понял. И я думаю, нужно подкачаться. Кто ходил в тренажерный зал? Поаплодируйте, пожалуйста. Тренажерный зал, во! Ничего себе! Все ходили в тренажерный зал. И просто там, в принципе, то же самое. Тренажерный зал — это роддом для мужчин. В принципе. Вы заходите, а там все кричат. И я вижу, как один мужик в углу лежит и ногами тягает ко мне и орет со всей дури. Я говорю, не волнуйтесь, я врач, я знаю, что делать. Я такой подхожу, такой... Заткнись, истеричка! Ты мне мешаешь! Просто дыши! Спасибо за внимание! Это был Узош Курлоев для вас, для вас! Спасибо! 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 Потомственный врач Озот Шукрулоев. Дамы и господа! Сейчас очень серьезный резидент на сцену выйдет под ваши вот просто вот разрывающие аплодисменты. Валентин Ким! Амаги, ассаламу алейкум! Ассаламу алейкум! Амаги, ассаламу алейкум! Амаги, а такжеríки. Амаги, а также врачи. Мне нравится, что за голову и Sangиуха, и я месте не узнаем. У меня ничего не с relaj mean. Но я не знаю siitä, что такое отреки. Я находит в церкви, который не может меньше н attend. Потому что в речь идет, мы хотим вам пасти все, что вообще система надпишись. Ассаламу алейкум! Можем Live! Я Brav Andping! Я занил речка! Я занял речка! Я занял речка! Я занял речка, я занял речка! Я занял речка! Но и так вот до бесконечности, вот так вот, можно. В основном, 7 барганы, 6 часа, уйти, Раджиан Пайд. Биттен, биттен арсега хамяты бердым, махалада, агар битт одам ремонта башалап койса, боли, кетті. Хаму койшли ремонт калады, хаму койшли. Манам че, 2000 иллалдан, тож кэнд айна шуна ка пайдобойян. Кайсадур аккаличканды, уйкурамандыган. Уйкурама. Кайсадур аккаличканды. Махалаваз диги, яжбал лаблсез, агар кечкору, чиккору, 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 ойна бутар шады. Телефон на ойна бутар шады. Халага, ойна бутар шады, ойна бутар шады. Ман, яшбал, битт уйма боген, футбол. Без ирталептен кечкачан футбол ойнардег. Вахар битта махалада шунага хангий бала бол ердеги, футбол ойнат кэмпайта. Он и языкардаем топучи бара. Зам махаладеем бара, че, на ка бала? Мен. Нема гел... Слэ хурсан слэ, лэки ман башарам ги коптуч пига. Нема гелли, кинам блмадам олэки ман башарам пааилегам бол ехч шо, халдуми гуруп келеб, узур узур, сангитеп махчим мастим, узур, тур, хамаси якшима дамасты. Йо, унахаси бамасты. Утепар деде. Ха 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 ха. Йо хамбитти стекерз крз сам. Шумас, слэм, бала халы гера гуянийшки, ким браннчо пайлешки башарамма. Ва ман у, у, у... ман у ортала рм. гудем коп, ман улэнян, яш горома, ортала рам. Роталар рам. гудем зур бол ехчим битта, бар халы дам галата сал берешадэ. Это не хочет говоря, например Я говорю, я не могу ничего не узнать Но я не могу Не могу ничего не узнать Я не могу понять это Я не могу сказать, что ты не могу говорить Но если бы ты не говорил, что я не могу Прос conjала Но я сказал Думаю точно Думаю точно Кто говорит, что живет? Собирает ойл. Ты не оставляешься. Держишь? Да, если уж я живет. Ты не оставляешься. Как у тебя нет? Нет? Подожди? Как же живет? Аааааа! Ты... Я не возвращаюсь. Почему тебя случится? Тяжелая артиллерия Тарас Касымбаров. Тяжелая артиллерия Тарас Касымбаров И вот нас часто обвиняет, наш проект часто обвиняет в том, что мы приукрашиваем события, мы не рассказываем типа ничего из жизни. Вот вам абсолютная история из жизни. Вчера я захожу в магазин за хлебом, спрашиваю, хлеб есть? Мне говорят, есть. Следующая история из жизни. Все детство я занимался регби. Это такой вид спорта, ну вот, ну что вам долго рассказывать, я вам просто мячик покажу для регби. Вот это мячик для регби. Да, я занимался регби, и это очень крутой вид спорта, но я не был крутым регбистом. Да, чтобы вы понимали, недавно я сходил на базар, купил дыню и уронил. Но это все не просто так. Просто понимаете, я был не в самой лучшей лиге, я прохавывал регби с самого низа до самого днища, да? У нас можно было подкупить судью за нас вай. И вот мы очень часто, знаете, играли в плохую погоду, в дождь, и однажды после матча мне нужно было отнести мяч домой, и чтобы с него не текла грязь, я завернул его в полотенце. Иду, выхожу, и просто понес в руках, выхожу со стадиона. Навстречу идут две женщины, она говорит, вот, ты говоришь, мать-одиночка, посмотри, как бывает. И в этот момент я понимаю, что матч был очень тяжелый, и у меня под глазом огромный фингал. В этой ситуации единственное, что я смог из себя выдавить, я сказал, я не пью. И я смотрю, одна женщина лезет в сумку, достает деньги. Я говорю, нет, женщина, извините, вы просто меня не так поняли. А потом смотрю, пять тысяч. И непроизвольно начинаю укачивать свой мяч. Спасибо большое, приятного вечера. Итак, встречайте, хам, грубьян и кореец в 33-м поколении Павел Ким. Вот уже все ребята успели похвастаться, то, что их узнают на улице. Вот пришла моя очередь. Недавно мы с Валентином Ким ехали на такси. Он сидел на переднем сидении, я сидел на заднем. И его узнали, говорят, вот, это же вы, стендап, Назор ТВ. Он говорит, да, это я. А вот его узнаете, таксист такой, а кто это? Он говорит, ну как, это же вот Паша, Ким, Павел, Ким. А он в какой передаче выходит? Я решил прикольнуться, говорю, в передаче про животных. Он говорит, да, точно я вас там видел. Вот, братан, это же ты. И мы с коллегами по работе каждый день ходим на обед в Мелит-Омлер. И там в меню есть банановый шейх. Банановый шейх – это как царь горох, только банановый шейх. И понятно, это простая орфографическая ошибка, но вот я не думаю, что если они не потрудили узнать точное название коктейля, вряд ли они знают точный рецепт коктейля. Мне кажется, они просто берут два банана, засовывают его в стакан и говорят, боле королевский. Королевский масс – банановый шейх. Валя да. И, несмотря на все это, там очень вкусно, там очень вкусно готовят. И ни в одном дорогом ресторане вы не увидите такой вот сервис, как в Мелит-Омлер. Если вы знаете, там раковины находятся прямо в зале, и я как-то решил помыть руки. Подхожу, открываю кран, а там мыльница с жидким мылом, и я не понимаю, как она работает. Я и так, и так, ну, не получается. И тут ко мне подходит официант, говорит, давайте я вам помогу. Я подставляю ладонь, он выдавливает мне немного мыла, и немного мыла попадает ему на палец. Он берет и обмазывает остатки мыла мне об руку, вот так вот. И вот это сервис, ребята. Нигде вы такого не встретите. Я оставил на чай ему 10 тысяч, понимаете? Ладно, 5 тысяч оставил я. И я настоящий джентльмен, знаете, я настоящий джентльмен, потому что вот сколько раз мы с девушкой ходили в кафе, ни разу мы не разделяли счет на двоих. Вот ни разу. Всегда платила она. И, в общем, сейчас очень большая проблема у меня, очень большая проблема. Вот вы замечали, что если сказать человеку, что он храпит, он всегда делает вид, что слышит об этом в первый раз. Типа, ты храпишь, кто храпит? Я храплю? Да не может быть, да ладно, я не знал. Вот все ты знал. Все ты знал. Никто не будет скрывать тебя то, что ты храпишь. Это вообще единственная причина, по которой тебя разбудят посреди ночи и скажут, встань, встань, проснись, перевернись на другой бок. Я что, храплю? Я просто люблю смотреть, как ты переворачиваешься сбоку на бок просто. И вот тоже, да, перевернись, как будто вот на одном боку есть кнопка переключения и включения храпа. И вот самое интересное, что мужской и женский голос отличаются друг от друга. Мужской он какой-то грубый такой, низкий, а женский голос он такой звонкий, мелодичный. Но вот если храпят, то вот храпят все одинаково, вот прям вот. Я имею в виду, не бывает такого, что вот если мужчина храпит, то вот он прям храпит, а вот женщина просто мило так посапывает такой. Нет, если женщина храпит, вот там турбина от самолета работает, вот там нормальный такой звук. Как будто соседи посреди ночи ремонт решили устроить, понимаете? И вот самое страшное, это вот спать с человеком, который храпит, но самое страшное при этом не когда он храпит, а когда он перестает храпеть. Вот бывает у вас посреди ночи, вы слышите вот такое. И ты такой, блин. Кажется, он не дышит. Ты начинаешь проверять, там что-то нормально все, перевернул его, там все такое. Но где-то через минуту вы слышите такой... И ты думаешь, блин, лучше бы он не дышал. У меня все, друзья, спасибо, вы самые лучшие. Это был очередной выпуск стендап-шоу на телеканале Зор ТВ. Меня зовут Камил, это Тимур. Всем спасибо, пока. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»